Приветствую вас, дорогая церковь. В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за ваши молитвы, за наш молодежный лагерь. Он прошел благополучно, слава Богу. Также наш брат Антон Бабарыкин просил передать привет от их поместной церкви города Денвера из Колорадо. Попрошу вас открыть Евангелие от Иоанна, 12 главу, 35 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35 стих. «Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Ходите во свете». Ходите во свете. Этот вопрос или даже повиновение, оно подозревает человека, ставит человека в позицию сначала увидеть. Чтобы ходить во свете, надо его сначала увидеть. И одно из самых лучших практических чувств, которые Бог нам дал, это наше зрение. Слово Божие говорит нам, что «Ибо мы живем верою, а не видением». Правильно? Но, к сожалению, наша греховная природа, она диктует нам обратное. Мы живем в мире, в котором мы говорим, «Покажи мне, и я потом уверую». «Покажи мне, и я уверую». Тогда, когда Христос учит нас обратному, «Верь, и ты увидишь». Намного проще увидеть и поверить, нежели поверить, а потом увидеть. Мы очень часто встречаем, что в Писании, когда люди просили Христа, они постоянно говорили «Покажи». «Покажи», и мы увериваем. Сам Христос говорил им, «Вы не уверуете, пока не увидите». Наше зрение – это самое практическое такое чувство, которое мы имеем. Именно из зрения мы очень много чего испытываем. Именно того, что мы видим. Если бы кто-нибудь нам дал, скажем так, инструкцию, как собрать самолет, скажем, бумажный, на слова, услышав, ну, кто-то, может быть, сможет, кто-то, может быть, не поймет и не будет знать, как это сделать. Но если этот же человек возьмет и покажет нам, как собрать этот самолетик, то у нас больше шансов, что мы сможем это сделать. Поэтому глазами мы намного лучше принимаем, чем просто на словах. Библия очень много говорит нам о глазах. И в Писании есть около 200 стихов, которые упоминают глаза. Вот один из них, например, в притче 27-20 написано, «Преисподня и Авадон ненасытимы». Так ненасытимы и глаза человеческие. Это очень сильный стих, который показывает нам, что темная сторона духовного мира ненасытима. И наши физические глаза точно так же ненасытимы. Но все это берет свое начало из Эдемского сада. Мы помним, когда Бог дает повеление человеку, сказав, «Ты можешь есть от всякого дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, ты непримерно умрешь». И сразу же в следующей главе мы читаем, как змей искушает. И змей говорит, «Нет, не умрете». Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите от плода, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Заметьте, как коварно змей подходит к человеку и предлагает ему искушение. Ведь Бог не говорил об опыте открытия глаз. Бог просто и прямо сказал, «Не есть, умрете». Мы не знаем, если Адам или Ева физически видели это дерево до грехопадения или нет, но можно сделать предположение, что им не нужно было видеть это дерево, потому что они верою приняли то, что Бог сказал. Пока не возникло искушения. Ведь именно после искушения Ева посмотрела на дерево так, как никогда раньше. Мы читаем в 3 главе 6 стихом, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знания, и взяла плода его и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза». Открылись глаза у них обоих и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Обратите внимание, что сначала глаза открылись, а потом они узнали. С этого момента Богу придется постоянно работать с вот этой формулой, с формулой глаз. Сначала люди увидят, лишь только потом будут веровать. Экклезиас писал, «И чего бы ни пожелали мои глаза, я не скрывал от них, а в конце концов в своей жизни он сказал, что все это суета, все это суета, но лишь только страх Господень, начало мудрости». Вначале мы прочитали 12 главы, и я хотел бы так в кратности описать семь очень, наверное, самых главных чудес, которые Иоанн посчитал важным записать. До 12 главы, вот в 11, даже в 12 главах есть семь чудес, которые Иоанн описывает. Мы понимаем, что Иисус делал больше, но вот именно Евангелие от Иоанна, Иоанн был вдохновлен, чтобы записать именно семь. Семь самых таких красочных чудес. Первое чудо это на браке в Кане Галилейской, когда закончилось вино, и Иисус превращает воду в вино. Написано, что попробовал вино домохозяин и сказал, что это самое лучшее, но он не знал, откуда это вино. Но потом в этой второй главе мы читаем, как написано, что Иисус положил начало своим чудесам в Кане Галилейской и явил славу. И люди, получается, увидели это чудо, и потом написано, и уверовали в него ученики его. Они сначала увидели, потом уверовали. Второе, это четвертая глава Иоанна, исцеление сына царского, царского чиновника в Капернауме. Царь-дворец пришел к Иисусу, сказал, мой сын смертельно болен. Иисус сказал ему, вы не уверите, не веруете, если не увидите знамения и чудеса. Не уверуете, если не увидите. Третье, это в пятой главе, мы видим, как Иисус исцеляет парализованного у фонтана в Ефезде. Человек был парализован 38 лет. Иисус говорит ему, хочешь ли ты исцелиться? Я думаю, что этот парализованный даже не думал, что вот-вот Иисус исцелит его, и он начнет ходить. Но на вопрос, хочешь ли ты исцелиться, парализованный говорит, так, Господи, хочу. И сразу же дает ему такое, как типа объяснение, почему он еще не исцелен. Что нету, кому бы взять и помочь ему дойти до воды. Но мы видим, что после исцеления Иисус находит его в храме, и он говорит ему такие слова. Смотри, смотри, ты здоров, впредь не грешишь, чтобы с тобой не случилось ничего худшего. Но смотри, ты здоров. Четвертое, это когда Иисус накормил более пяти тысяч людей. Это уже шестая глава, мы встречаем там Нагорная проповедь, и Иисус Христос накормил, написано, пять тысяч мужей, но мы представляем, что еще были женщины и дети, и пять хлебов, две рыбы. Андрей говорит, что такое, чтобы накормить всех этих людей с таким количеством еды. Но после того, как люди поели, написано, что они увидели знамение, сотворенное Иисусом, и сказали, воистину, это пророк, который должен прийти в мир. Буквально через пятнадцать стихов мы читаем, как те же люди говорят, которые только что увидели это чудо, те же люди говорят снова, какое же ты дашь нам знамение? Какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили? То есть, накормить пять тысяч людей при помощи пяти хлебов и двух рыб это недостаточно. Им хочется еще увидеть. Пятое. Иисус ходит по воде. Это чудо упоминается в трех Евангелиях, и все три Евангелия описывают нам этот момент по-своему, но вот именно Евангелие от Мафея дает нам дополнительные такие подробности. только Матфеев упоминает о том, что в этот же момент не только Иисус ходил по воде, но также Иисус позвал Петра, чтобы и Петр прошел по воде. И написано, что после того, как Иисус и Петр сели в лодку, те, кто были в лодке, поклонились ему, говоря, воистину, ты Сын Божий. увидели чудо и поверили. Шестое чудо исцеления слепого от рождения, тоже 9 глава Иоанна, Иисус сказал, что ни этот человек, ни родители его не согрешили, но этот человек слеп, чтобы дела Божии могли проявиться через него. Иисус его исцеляет, и потом в 35 стихе мы читаем, что Иисус, услышав, что выгнали его вон и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божьего? На что мужчина ему отвечает, а кто он, Господи? Кто он, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал, видел ты Его? И он говорит с тобой. Он сказал, Господи, я верую, и поклонился Ему. Мы опять видим эту формулу, увидел, поверил. Последнее, седьмое чудо, самое такое, наверное, громкое чудо в Евангелии, это воскрешение Лазаря. Иоанн, это уже 11 глава. В этой главе мы читаем разговор Иисуса с Марфой. Иисус сказал ей, я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему, так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, верующий в мире. И буквально через 15 стихов Иисус стоит у могилы Лазара, стоит толпа народа, Иисус говорит, уберите камень, и Марфа противится Ему. Марфа говорит, Господи, уже смердит, ибо четыре дня уже прошло, как Он во гробе. Иисус делает ей замечание. Делает ей замечание в 40 стихе. Марфа, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь. Если будешь веровать, увидишь. И через несколько стихов мы читаем в 45 стихе, что многие и изюдеев, кто пришли к Марии и увидевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. С тех пор до сегодня ничего не изменилось. Мы точно так же продолжаем следовать такой формуле. Покажи, а потом я поверю. Есть некоторые люди, которые даже говорят, вот если бы ангел попал, вот пришел бы и вот именно мне лично засвидетельствовал, если бы я вот это вот увидел, тогда бы я поверил. Ты реально думаешь так? Вот люди, которые видели чудо за чудом, один за другим, просто невероятные сверхъестественные чудеса, не верили. Все равно продолжали говорить еще покажи, еще покажи. Ненасытимы глаза у человека. Тогда Иисус сказал им, еще немало времени свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Сегодня Бог простирает свою благодать нам, и церковь все еще на земле. Но станет день, когда церкви больше не будет, когда церковь будет восхищена. Те, кто останется, они опять же увидят. Они увидят, и тогда они поверят. Тогда они поверят, что все, что они слышали, оказывается правда. они скажут, верующие христиане были правы. Я помню, как они говорили, что после восхищения гнев Божий будет, и тогда наступит очень-очень темное время в истории человечества. свет с тобой еще немного. Божья благодать пребывает в этом мире еще немного. После восхищения будет очень-очень темное время на земле. Будет очень трудное время для тех, кто останется. Дорогой друг, если ты хочешь увидеть чудо в своей жизни, молись о том, чтобы Бог дал веру. Молись о том, чтобы Бог дал веру, и ты увидишь чудо в своей жизни. Самое первое чудо, которое ты увидишь, это как Бог сделает тебя новым человеком, как Он даст тебе новую природу, как Он простит твои грехи. грехи. Каждый человек, который просит у Бога, искренне просит у Бога спасения, просит у Бога, чтобы он простил его грехи, Бог непременно услышит и непременно сделает, непременно ответит на молитву. Если вы понимаете, что вы мертвый грешник, который нуждается в спасителе, и понимаете, что только Бог может спасти вас, то поверь, поверь и провозглашай это. Поверь и провозглашай, что только Бог может тебя спасти. Римлянам 9, 10 глава, 9 стих написано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верующих потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Сердцем веруют и устами исповедуют. Здесь про глаза ничего не написано. Сердцем надо верить. Если спросить человека, что значит ходить во свете, то можно услышать такие слова, как «Надо читать Писание, надо молиться, поститься, ходить в церковь, участвовать в церкви, быть вообще не христианом». Это все правильные ответы, это все очень правильные ответы, но что происходит, когда ты один в своей комнате, когда сгущается темнота, когда искушения приходят? Что значит ходить во свете именно в этот момент? Я вспоминаю сорокатневный пост Христа в пустыне, когда сам дьявол пришел искушать его. Сам дьявол пришел искушать его, и Иисус устоял. Как он это сделал? Мы все знаем этот вопрос, он очень прост. Священное Писание. Священное Писание. Мы читаем в Псалме 118-м, 11-й стих, «Я хранил слово твое в сердце моем, чтобы не грешить против тебя». Когда постигают искушение, у нас замечательный пример самого Иисуса Христа. Писанием Иисус защищался против искушений, против самого сатаны. И дьявол отступил. Друзья, мы почему-то вот сомневаемся, что это может сработать и для нас. Мы сомневаемся тому, что в Писании столько силы, сколько нам нужно, чтобы противостоять дьяволу. Не у нас, но в Слове Божьем. Позвольте закончить такой иллюстрацией. Я думаю, что детям даже будет интересно попробовать это дома. Возьмите стакан воды, наберите стакан воды, поставьте его на солнце и просто просматривайте в течение нескольких дней, что будет с этой водой. Интересно, что свет, попадая в воду, если вода просто стоит, он начинает застаиваться. Начинает бактерия появляться, и стакан с водой начинает менять цвет, начинает становиться зеленым. И вода, которая когда-то имела хорошее, в жизни важное качество, она становится даже опасной для применения. Но если в эту воду каждый раз заливать, в этот стакан каждый раз заливать новую воду, то, во-первых, она начинает переливаться, а вода будет всегда свежая. Вода будет всегда свежая. Если мы ежедневно наполняем себя Священным Писанием и верим в Слово Божие, Святой Дух будет переполнять нас. Он будет переполнять нас, и мы будем изливаться, мы будем изливаться Писанием. И оно будет действовать на других. Многие люди просто довольствуются тем, что они получили в самом начале вот этим маленьким, небольшим начатком, которые они получили от Слова Божьего. И потом они останавливаются. Радость вот эта прошла, и они останавливаются, и нету духовного роста. Становится, как вот этот стакан воды, который вроде бы, как он вышел на свет, как вроде бы получил прощение, но вот этого достаточно, мне больше не надо. И застаиваются. Начинаются такие христиане, застаивающиеся. И точно так же, как и вода, такие христиане могут потом даже зло принести. Задайте себе вопрос, наполняемся ли мы свое сердце сегодня Словом Божиим, так, чтобы оно переливалось, так, чтобы в наших разговорах, в наших мыслях, в наших действиях все было пропитано Словом Божиим. Верю ли я Слово Божие так, что по вере я вижу, как оно исполняется? Не будьте человеком, который верит лишь тогда, когда он увидит. Но, как и Христос сказал Марфе, «Верь, и увидишь». Да поможет нам Бог верить в Его Слово, исполнять Его и следовать за Ним, за Богом, сердцем, а не глазами. Чтобы ходить во свете, нам нужно видеть, что Писание, оно действительно изменяет человека, верить в Него и прежде верить в Писание. И вы увидите, как Бог изменяет жизнь, вы увидите, как Бог действует в вашей жизни. Если мы не читаем Писание, то мы не будем видеть, не будем верить, это будет тяжело. Поэтому, друзья, давайте будем молиться о том, чтобы Писание манило нас, чтобы мы желали наполняться им, ежедневно наполняться им, изучать Его, вникать в Него, делиться им и верить в Него. Если Бог посчитает нужным, может показать и чудеса, которую мы никогда не думали, что мы увидим. Да поможет нам в этом Бог. Если у кого есть желание помолиться, давайте помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok